Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. 17 ноября 1886 года в Петербурге состоялась Добролюбовская демонстрация, посвященная 25-летию со дня его смерти. К толпе студентов, двигавшейся от Волкова кладбища в сторону Невского проспекта, подъехал полицейский генерал Грессер. Он вышел из экипажа и вступил в переговоры со студентами передних рядов. Среди них был студент-технолог в старой выцветшей фуражке, который с насмешкой слушал генерала и курил дешевую папиросу. Грессер укоризненно заметил ему. «Вам бы, молодой человек, следовало немножко постесняться меня и не курить в моем присутствии». Студент спокойно ответил. «Ну, полнуйте. Я не стесняюсь даже своих товарищей и курсисток. Чего же мне стесняться незнакомого полицейского?» Грессер побагровел от злобы, но промолчал, так как одному вызывать раздражение студенческой толпы было бы небезопасно. Во время Добролюбовской демонстрации некоторые из студентов негодовали. В России даже Богу молиться не позволяют. Один из городовых на это укоризненно заметил. «Ах, господа, господа, вам ли о Боге говорить?» Харьковский губернатор князь Иван Михайлович Аболенский отличился при подавлении беспорядков в своей губернии. За это ему была пожалована звезда Ордена Святого Владимира Второй степени. По этому поводу была сочинена задача для земских школ. Сколько надо всыпать розок, чтобы получить Владимира Первой степени? После усмирения беспорядков про харьковского губернатора Аболенского стала ходить еще одна шутка. Некогда в Харькове был очень нелюбезный губернатор, он никогда не усаживал посетителей. Следующий губернатор был гораздо учтивее. Он первым делом предлагал пришедшему садиться. А теперь Аболенский входящему сразу говорит «ложитесь». Интересно, каков будет следующий губернатор? Аболенция Аболенσо Продолжение следует...